Письма с угрозами, поддельные судебные решения, обрисованные подъезды. Сегодня коллекторы пошли дальше. Они сделают все, чтобы жизнь должника стала невыносимой. Наталья сегодня имеет судебное дело относительно своего долга перед банком. Решения суда еще нет, но коллекторам это безразлично. Сначала неизвестные люди звонили самой женщине, потом узнали телефоны родственников, а сегодня Наталью могут уволить с работы, ведь наглецы добрались до телефонов начальников. И начали мне с работы поступать звонки, что вот звонят в приемную, звонят начальнику, звонят главному бухгалтеру, он их тоже оскорбляет, он их посылает матом. Там такие слова, они начали нервничать, психовать, переживать. Зачем вам на новой работе? Да, мне на это, во-первых, еще такая серьезная работа, хорошая работа, мне очень нравится. Вот мне очень неприятно. Как бороться с коллекторами? Чем грозят кредиты? И стоит ли доверять быстрым займам и кредитам через интернет? Об этом и не только расскажут наши коллеги в программе «Де Юре» с точки зрения закона. После выпуска новостей в 20.00 не пропустите прямой эфир. Повтор программы 28 сентября в 12.00 и 1 октября в 8.15.